Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как сохранить память о Великой Отечественной войне и насколько патриотична нынешняя молодежь? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии член Президиума Самарского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов», ветеран военной службы Юрий Хартуков. Здравствуйте, Юрий Федорович! Добрый день! Май вообще такой месяц, насыщенный для вас, для всех нас и для вашей организации в том числе. Здесь и День Победы, и 45-летие вашей организации, которую вы тоже празднуете. Я вас поздравляю со всеми этими событиями. Спасибо! И скажите, пожалуйста, давайте начнем все-таки с 9 мая, потому что, как вот многие теперь говорят, это наш главный праздник. Какие впечатления у вас остались от этого празднования? И замечаете ли вы, что что-то меняется? Вот что-то не как раньше, а вот появляется что-то новое. Вы знаете, вот начнем с этого замечательного праздника 9 мая. А вы знаете, что такое победа? Корень-то какой! Беда. Значит, преодоление беды. И вот беда снова у нас на пороге, к сожалению. Ну как Михаил Ножкин хорошо сказал, сколько раз враги пытались душу русскую сгубить, сколько раз вопрос решался, быть России или не быть. Начиная с Наполеона, Гитлера и прочее. Но сейчас, пожалуй, еще сложнее, потому что у нас страна стала другая. Вот во времена Суворова очень хорошо говорили суть победы, суть выигрывания войны. Это что для этого надо? Добрые порядки, исправное оружие и храбрые сердца. Вот, пожалуй, вот храбрые сердца выдвигаются теперь на первое место. Ну без оружия хорошего, без чего у Сердюкова было в армии, что сейчас, конечно, это тоже, без этого тоже ничего не будет. Не победить. Но победа... Это дух, наверное, да? Дух, дух. В первую очередь, да. Смотрите, вот сейчас идет эта полемика с нашими партнерами, теперь уже не партнерами, а не знаю, как назвать их, пусть это политики разбираются. Ну что, разбежались. Они на что рассчитывали? Ведь на 90, наверное, с чем-то процентов победа их была определена, этот Блицкрик. Хорошо отмобилизованная армия, танковые клинья, опыт на Западе, когда и бельгийцы, и французы, и нидерландцы, и норвейки, все разбегались. Все разбегались. Недели, две, три, максимум месяц, и Франция, Франция, это же такая армия, и все. Рассчитывали на это. Нет, не побежали. Юрий Федорович, вы в таком международном масштабе все решили ответить на этот вопрос. Я, мне интересны лично ваши такие впечатления от парада побед. Были ли вы участник, вот бессмертный полк, как вы на это смотрите, что у нас это появляется? Бессмертный полк, впечатление, конечно, как у всех, наверное, и ветеранов, и до всего народа. Это незабываемое зрелище. Его надо... Такие разговоры даже были. Деньги большие, там, брусчатку танки портят, потом восстановят. Оно того стоит. Оно того стоит. Это надо обязательно. Показывать силу, мощь, показывать дух наш. Ну, а бессмертный полк ведь во всех почти странах пошли со своими портретами своих погибших родственников. Это незабываемое зрелище. Это очень и очень... И главное, что никто этих людей туда не загоняет. Никто, никто. Люди едут на метро, на трамвай, с портретами. Вы знаете, одна деталь. Некоторые спрашивают, а кто там начальник? Нету бессмертного полка начальника и никогда не будет, потому что это чистая инициатива, народная, народная воля изъявления. И как ни пытались там, что одинаково выструганные палки, ну, помогали палки делать, портреты там делать, это одно. Но насильно туда никого нет. У меня есть свой бессмертный полк. Папа у меня перед войной уже закончил военно-политическую академию. Был комиссар отдельного дивизиона связи, который стоял в Куйбышеве. И взяли, они взяли шефство над дворцом пионеров, где была заочем моя мама. Вот так появился папа мой уже в нашей жизни. Его я не видел. Он сначала здесь служил, потом, видим, по Сталинграду куда-то попал, еще куда-то на Курскую. В 1944-м пришла бумага, что погиб. Старший политрук Хартуков Федор Александрович. Так что вот мой бессмертный полк. А ваш внук знает о своем прадедушке уже? Внучка знает. А внучка, извините. И дочка. И всегда чтили. Вот у меня еще замечательная мама была. Вот она ветеран, но она получила медаль за папинах. Наград я у меня нет. Как он то ли пропал без вести сначала, то ли ничего не осталось, кроме извещения и справки какой-то. Что маме какие-то преимущества, вот поскольку она жена политрука. А мама была награждена за войну, медалью за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. А потом очень редкой наградой, отличник народного просвещения. Умная была очень женщина. Да, прекрасные родители. Как хорошо, что у нас есть возможность память, долг вот этот отдавать и все это демонстрируешь. Ну и про вашу организацию тоже не могу не спросить, потому что дата круглая. Дата круглая. И принято подводить, конечно, итоги. Скажите, вот с какими итогами региональное отделение Российского Союза ветерана подошло к этой дате? Вы знаете, мы пережили, как и все организации, ряд реорганизаций. Но корни остались те. Это во главе маршала Победы почти все, начиная с Василевского. И бессмертный, очень долго бессменный ответственный секретарь. Это была очень важная всегда должность. Вот у нас не забыть бы сказать доброе слово про Бориса Романовича Перцева, который у нас, полковник, много лет был душой и всем, и с утра до вечера он всегда сидел там. Как много от людей от таких зависит. Ну, а в Москве все время был Моресиев, этот без ног, который летал и стал героем Советского Союза. Он очень долго был ответственный секретарь этой нашей организации. Вообще личность легендарная. А сегодня школьники знают об этом? Потому что вот вы мне сказали, я помню, мы учили. Пояс настоящим человеку уже не учат. Да. И когда рассказывают, ну, мало кто знает, некоторые знают, большинство не знает. Вы знаете, когда вот минута молчания, это он придумал, вот этот вот чашек, где вечный огонь, это он придумал. Мало того, вот рассказывает его сын, когда Брежнев открывал это, там на бронетранспортере вечный огонь везут, потом кто-то должен его до Брежнева донести военный, а потом он уже зажигает. Так Моресьев, когда ему вручили, он пошел строевым шагом. Ух ты. Потом его отец, сын спрашивает, папа, это ты что, для Брежнева что ли? Да нет, говорит, для того, кто там, для него и для всех ветеранов. Он выбил вот эти вот машинки бесплатные всем. Сначала коляски какие-то хотели делать, запорожец, это тоже Алексей Моресьев. Он ходил в правительство, ему сказали, чего ты здесь собес устраиваешь, вот он постучал по своим этим ногам, протезам, говорит, вот сколько таких, вот для них это нужно. Это не надо унижение такое, чтобы коляска была. И вот нормальная машинка была, на дачу ездили, вот очень хорошая запорожец. Ой, сколько уже, много новой информации мы узнали. Скажите, пожалуйста, Юрий Федорович, чтобы объяснить телезрителям, что вы сегодня, как наглядные такие пособия принесли, почему столько самолетов в танк? Я хочу вот немножко поделиться приемами работы с детьми, что необходимо и как все это лучше вести эту работу. Вы знаете, недавно прошло, ну где-то за месяц было заседание оргкомитета победы, Путин ее возглавляет всегда, и там прозвучало из уст Рогозина, замглавы правительства, что работа с детьми, подростками, ветеранов надо в корни перестраивать. И вы знаете, я согласен. Что должно уйти в прошлое? Что уж уйти должно в прошлое? Дети очень информированные, они умные. Им, вот я кредо, это нельзя врать, если какой-то сложный вопрос, скажи правду, они поймут. Но так скажи, чтобы это было понятно. Это раз. Что-нибудь, надо, чтобы это было интересно. Вот вы говорите информацию, вот вы не знаете, то, что я говорю. Некоторые говорят, но в книжке что написано, то есть выступление, как ученые, не несет информации, там даже измеряется, это в битках каких-то, но не нового они ничего не узнали, это нехорошо, надо, чтобы узнавали. Обязательно нужно что-то приносить, что-то показывать. У нас в этом году, чем мы отличились в свой юбилейный год, мы сделали, ну, взяли грант правительстве и создали переносной музей память бережно храня. 15 вот таких вот приносился. Стенды, да, такие стенды, да, 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 я помню прекрасно. Курская, Сталинградская, Смоленская, Московская, Узники, по всем направлениям есть стенд, который быстро разворачивается, стержень там сзади быстро убирается, это очень хорошее подспорье. Не все ораторы, это так и должно быть, не все умеют хорошо говорить, не все, некоторые без вот сопровождения теряются, забудешь. А это, вот, выставил, мы попробовали даже в 70-й школе, 15 штук их поставили, и форму для экскурсовода у нас была, шили форму, пилоточка, красноармейская форма, времен Великой Отечественной войны. Рядовой солдатик ходит, показывает, рассказывает, большая помощь. Сейчас, если куда-то надо идти выступать, пожалуйста, мы дадим по каждому направлению, какая дата, бери этот, приходите, берите, мы дадим, и выступайте, ветераны. Что еще мы, вот, я на своем опыте заметил, вы знаете, ну, традиционно, вот эта встреча с молодежью называется урок мужества. Некоторые выступления, ну, получается, про танковые сражения, про какие-то, вот, армии, как водили в поход, там, как, и очень мало мотивации. Почему? Ну, почему у нас были матросовые, почему были космодемьянские? Ну, это еще говорят, но я убедился, я оставляю минут 20 обязательно за разговор, как мы раньше называли, за жизнь. Так. Это и современность, это и Сирия. Ну, мне один мальчик, правда, он постеснялся как-то сказать это на аудитории, потом, ну, дедушка, ну, жизнь хуже стала, вот, голбаса дороже стала. Жизнь действительно стала сложнее. И об этом тоже нужно говорить. Об этом тоже нужно говорить. Я говорю, слушай, ты прав во всем. Они пришли бы к нам. Это надо обязательно, это всегда было. И до этого были, мы во многих участвовали, вот, таких вот локальных войн, чтобы к нам не пришли ИГИЛ, Аль-Каида. Вот, а вот представь себе, ну, а если вот мы предположим, не дай бог, с нашей страной, что случится, тогда и колбаса не нужна, и ты кем хочешь быть, ну, а то будешь под Пасхом каким-нибудь, как, что хотели с нами сделать немцы. Вы знаете, видимо, вот Рогозин об этом сказал и озаботились наверху, ведь на митинги пошли подростки Навального по наущению вот этих наших либералов, которые лютой ненавистью, я не могу искать ненавистью. Ну, с одной стороны, хорошо, что активность возросла у молодежи. Это хорошо, но это и наша недоработка. Вот я уверен, с кем я ходил по пешеходке, вот, по Ленинскому району, по центру, мы продолжаем это. Но это мужество, отлитое в бронзу, как вот говорят о памятниках, памятники, мемориальные доски. Вот, пока, чтобы не забыть это, Устинова, но вот просто недавно я ехал в трамвае, так душу погрело это, то, что мы боролись, значит, остановка. Самарская площадь, памятник маршалу Советского Союза Устинову. Мы хоть рассчитывали на сквер маршала Устинова, полностью ведь обращались, товарищ маршал Советского Союза, вот полное название этого звания. И начали возлагать цветы, начали приходить генералы туда, от правительства, вот, недавно было, 40 лет, кстати, как поставили этот памятник. А с чего началось-то? Мы с Андреем Бондаренко пошли и стали опрашивать, кто? Мужик в пиджаке. Он там еще не в форме, он в это время как Рогозин был, не маршалом еще и не министром обороны. Ну, ничего не знают, ну, как это так? Начали спрашивать о других, те мемориальные доски, там, Лукачева, который, кроме того, что он ректором был, он под Ленинградом воевал. Удивительный человек, с которым я просто дружил, по работе был связан, это академик солдатов. Ну, это полковник морской, с кортиком, это профессионально пел. Вот когда эти детали рассказывают, получается, что я вот прошел по этому центру Ленинского района, и о каждом я могу рассказать, не только, вот там мало написано, не написано, надо это дополнять, не написано, что участник войны. И чем награжден? Ну, герой социалистического труда, солдат, фотоларинголог, конечно, но он, кроме этого, еще, ну, то, что воевал, надо всем писать. Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми наградами такими-то. Вот. Поэтому, вот, кого мне приводили на эти экскурсии, я уверен, они не пойдут на эти митинги. И мы с ними все разговариваем как? Еще ориентация, что они в жизни будут делать. Вы понимаете, как это важно? Мы всегда, в конце вот моего выступления, всегда, я говорю, кем вы хотите быть? Так. Вот. Вот вы сейчас, вы знаете, вот кем хочет сегодня молодежь быть? Вот интересно же. Уже. Что отвечает? Уже не чиновниками? Уже очень мало, уже очень мало этими самыми, кто чужие деньги считает, или юристами. Юристов-экономистов уменьшается. И когда рассказываешь о королеве, о вот этих вот великих конструкторах наших, ну, у них глаза загораются. Не верьте, что, ну, что такое деньги? Да, без денег нельзя. Достойно должен быть человек, и труд достойно должен оплачиваться. Ну, что главное-то? Ну, посмотрите, некоторые, если вот не в тот вагон он сядет, как говорится, неправильную профессию, значит, всю жизнь где-то мучает человек, ходит на работу. Да, да. А здесь себя выражает человек. Это удивительно. Когда начинаешь вот о них детали эти рассказывать, они понимают, что главное – это любимое дело. И за это они жили нормально. Все. У них были и дачи, были и квартиры хорошие, и хорошая зарплата. Да, они все время работали. Ну, Королев его в театр приведут, а он на коробке из-под папироса ракету начинает рисовать. Ну, что сделаешь? Это очень… Но это жизнь другая. И уважение. Ну, почему вот его увековечили этих людей? Потому что они необыкновенные. И еще. Что так вот мы… Раз еще чем мы прославились, вот мы шесть лет ездим в сельские школы. Нам дают автобус, десант. Раз в месяц мы обязательно… Мы всю область проехали уже. Вот хорошо. Да, конечно. Сейчас Горина Валентина Петровна, вот дай бог ей здоровья, бывший директор школы, она вот сейчас этим занимается, это очень здорово. И как вас там встречают? А с кем вы договариваетесь? С директорами, да? Вы знаете, встречают. Ну, договаривается Огарева. У нас работник образования в министерстве. Она договаривается, когда мы уже приезжаем. Но как встречают, это отдельная песня. Вы понимаете? Нас встречают на улице всегда. Не знают, куда посадить. Не знают, как… Прям облепили вот нас всех. Они генерала там никогда не видели, естественно. И полковник тоже. Вот приезжают генералы. Ну, что такое в школу? Ну, то есть это праздник. Приезжают ветераны, это праздник. Очень интересно рассказывают. У нас Новиков есть, Николай Павлович, генерал медицинский. Но как он умеет с детьми разговаривать? Он считает свои стихи. Он так хорошо вот все это может преподать. И контакт с детьми какой. Но у нас очень много наших членов. Дай Бог им всем здоровья и успехов в дальнейшей работе. Юрий Александрович, знаете, что хочу уточнить? Раньше было больше такой уклон на военно-патриотическое испытание. Сегодня от приставки «военно» как-то отказывается. Патриотическое. Вот в чем такая разница и почему такое происходит, на Ваш взгляд? Вы знаете, конечно, патриотизм военный, и как и военная история, как говорится, это высшее уже. Ну, жизнь отдают за это. Одно. Она тебе дана Богом один раз. Это понятно. Но вот если чисто о военных будешь рассказывать только о делах, это уже, ну, как Куликовская битва, Мамайю побольше, это уже не зацепляет так. И потом, вот я бы, знаете, как уроки мужества, не знаю, со мной, может, не согласятся многие, военные, вот, может, кто-то не согласится, но я бы вот эти уроки мужества как-то, может, называл уроки жизни уже. Вот. Где все. Понятно. Все. Понятно. А зачем? Ну, вот мотивация. Вот говорили, кстати, вот эта глупость, которую иногда пишут с подачи либералов, что там были одни гулаги, одни репрессии перед войной. А чего же такое? За что? За какую жизнь кидались с гранатами под танки-то? Значит, было за что? Правильно ведь? И сейчас Россия, вы посмотрите, как рванули вперед, как преобразовалась армия. Да, это все, что с нами произошло, несчастье с этой страной. Ну, как Путин прямо говорит, это геополитическая катастрофа, распад Советского Союза. Это все надо преодолеть. Но, как кто-то говорит, Суворов, я русский, какой восторг. Действительно. Надо действительно гордиться этой страной. А то, что были разборки политические, были борьба за власть, борьба... Это везде было. За Новую Воломейскую ночь перебили больше, чем за все правление Ивана Грозного. А Иван Грозный плохой у нас. Теперь неплохой. У нас буквально минутка остается. Хотелось бы все-таки о планах, потому что 45 лет прошли. Планы организации и ваши лично. Вот чем планируете заниматься? Значит, первая задача у нас это все-таки всемирно облегчать жизнь ветеранов. Всех. Мне очень понравилось выступление в прессе Валентины Матвиенко, Валентина Ивановна. Я люблю не аргументы факта, а аргументы недели. Вот в предпоследнем номере она написала в своем интервью, сказала, что обязательно детей войны надо узаконить. И вы будете этого добиваться? Мы будем этого добиваться. И вот сейчас одно из недостатков нашей всей этой патриотической работы, ну, уходят, к сожалению, 90-летние. А кто их будет заменять? Я вот когда рассказываю, вот я рассказываю, рассказываю про войну, а потом, дайте я расскажу, как мы в войну жили. Что ели, как играли. Да, ну все про жизнь. Спасибо вам большое. Понятно ваша такая и тактика, и стратегия. А это самолетики я ношу. Спасибо за все то, что вы делаете. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин